В последней неделе мы часто слышим о таком термине, как цифровое мошенничество. И с новыми технологиями пришли новые виды преступления. Это, правда, участились в случае похищения денег с банковских карточек. Как не стать жертвой злоумышленников, какие данные платежных карт категорически нельзя сообщать другим лицам, спросим у эксперта в гостях нашего утра, заместитель начальника управления банковских платежных карточек коммерческого банка Алексей Субович. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Здравствуйте, Алексей. Начнем с того, какие самые популярные виды мошенничества существуют с банковскими картами? Наиболее популярные в Беларуси виды мошенничества – это фишинг. Это попытка мошенников получить доступ к платежным данным клиента. Простой пример. Вы собираетесь в отпуск, ищете билет на самолет до Парижа. Находите прекрасную ссылку, билет стоит 15 евро. Естественно, вы по этой ссылке переходите, вам предлагают ввести платежные данные, приобрести билет. Что происходит на самом деле? Когда вы переходите на платежную страницу, это не платежная страница авиакомпаний. Это платежная страница мошенников. После ввода информации о вашей карточке производится платеж на их счет. Созвучный вид мошенничества – вишинг. Это доверие. Фишинг – это рыбалка, рыбалка – это доверие. Это телефонный вид мошенничества, когда мошенник по телефону пытается войти в доверие, запугать, застать врасплох клиента. И выведать номер карты, срок действия, либо код подтверждения операции. Троянские вирусы. По электронной почте получаете письмо, в котором либо вложение, либо ссылка с информацией о том, что вы можете выиграть дорогой сотовый телефон. Просто надо перейти по ссылке. В момент перехода по ссылке происходит заражение компьютера, либо гаджета вирусом, который впоследствии передает вашу информацию мошеннику. Неужели люди еще есть такие, которые верят во все эти… К сожалению, есть. Практика показывает, что… Особенно молодые пользователи, которые… Молодые, в смысле, юные пользователи, которые первый раз подключились к интернету. Да и не молодые, понимаешь, люди, которые хотят вот… Давайте сделаем так. Так, а вот, может быть, какие-то определенные правила, которые ни в коем случае нельзя делать человеку, это там отдавать свои личные данные, да, там, код, CCV-код с обратной стороны карточки, еще какие-то? Любые личные данные желательно не передавать третьим лицам, начиная с номера паспорта, личного номера человека, номер карты, срок ее действия, CVC-код, как вы правильно заметили. Код подтверждения операции, 3D-код, который приходит от банка на телефон, логины и пароли к мобильным приложениям. Ну, хорошо, такое простое действие. Зачастую просят, типа, вот, надо перечислить деньги мне на карту, да, я фотографирую свою карту, отправляю этому человеку. Это чревато последствами для меня? Вы знаете, кому отправляете, на конкретный номер телефона. Возможно, в случае перехвата изображений, но, к счастью, крайне редки они, поэтому, если вы сфотографируете номер карты и отправите коллеге, здесь я не вижу проблем. Звонит мне человек, представляется представителем банка, просит назвать там какой-то трехзначный код. А как его проверить? На самом деле это сотрудник или нет? Начнем с того, что банки часто звонят клиентам, когда они выявляют подозрительные операции и хотят удостовериться, действительно ли эту операцию совершал клиент. При этом банк обладает полной информацией о клиенте. Он знает имя, отчество, фамилию, паспортные данные, полный номер карты, срок действия карты. Разговор, соответственно, начинается с представления сотрудника и задают конкретный вопрос по конкретной операции, по конкретной карте. Соответственно, клиент либо подтверждает проведение операции, либо карта блокируется, в случае, если это несанкционированная операция. Хорошо, но система защиты данных будущего, как мы уже слышали неоднократно, это все-таки какие-то биометрические технологии. Это будет присутствовать при, скажем, расчетах в будущем? Каждый человек имеет свои уникальные особенности. Это и есть, по сути, биометрические данные. Ну, отпечаток пальца, предположим, да? Отпечаток пальца. Обраговица глаза, да? Совершенно верно. Голос, лицо. Практически все банки Беларуси уже внедрили у себя доступ к мобильным приложениям с использованием отпечатка пальца. Это уже никакая не новинка, это уже норма жизни. Клиенту нужно один раз прийти в банк с паспортом, запишут его голос, сфотографируют его лицо, зарегистрируют. После этого клиент, заходя в свое мобильное приложение, будет просто открывать камеру мобильного телефона и говорить какую-то фразу. После этого он будет получать доступ к своим финансовым операциям. А как вы относитесь к такому платежному средству, о котором сейчас много говорят, как кольцо, да? Подносишь кольцо и считывается все информация. Мы в Беларуси запустили эти проекты, они уже работают. Прекрасное, удобное средство, не нужно носить с собой в кармане карточку. Кольцо выглядит у разных производителей по-разному, но достаточно эстетично. К сожалению, по этому инструменту доступны только безналичные операции по бесконтактной технологии. У меня во всей этой ситуации рейдет только одно, что скоро придет время, когда у нас будет, как в сказке, махну левой рукой, понимаешь, что-то платила, махну правой рукой. Ты можешь махнуть в мою сторону и прислать свои деньги все, которые ты получишь. Вот, ну что ж, друзья, о том, а как не стать жертвой мошенничества с банковской картой. Сегодня утром мы говорили с заместителем начальника управления банковских платежных карточек коммерческого банка Алексеем Субычем.